И пусть дракоша сажает и копает картофель. Мини-трактор от вагайского изобретателя. И как тюменские кооперативы стали лучшими в России. Здравствуйте, я Инна Михайловская, это Сельская среда. Вот если бы эта неделя простояла такой же солнечной и теплой, как прошедшее воскресенье, понедельник, тогда бы оставшиеся какие-то 5% зерновых наши аграрии обмолотили и поставили точку в уборочной. Данные на начало недели чуть подтянуться остается только Сорокинскому и Амутинскому районам, а остальные муниципалитеты перешагнули 90-процентный рубеж. Першинские аграрии силосы заготовили примерно половину от необходимого лета для кукурузы. Культурой, которая идет на сочный корм, было благоприятным. Растения успели созреть. Еда для животных получится, что надо. Следовательно, и молоко будет высокого качества. Урожайность на некоторых полях превышает 300 центнеров с гектара. Осталось убрать около 600 гектаров, но сделать это быстро мешает погода. До 11, иногда до обеда не выезжаем, потому что сыро. Потом молотить начинаем. Вот как сегодня заморосит, да заморосит. Сейчас вот я вынужден буду поехать остановить их, потому что не прекращается. А то он временами пойдет, прекратится, пойдет, прекратится, даже как-то не влияло. А может в 5 часов хороший дать, и мы в 5 часов встали. Потому что редко даже, когда мы до 9 часов работали, потому что дожди мешают. Зерновые в этом году тоже удались. Половину успели обмолотить еще до дождей. На конец сентября 6 хозяйств завершили уборочную. Остальные приближаются к финишу. Средняя урожайность овса составляет 37 центнеров с гектара, ячменя – 28, пшеницы – 31. Параллельно засыпают на хранение семена. Все хозяйства справились с этими делами, засыпали семенной материал. Часть хозяйств, которые закончили уборку зерновых, они ведут, конечно, подработку этой воловки зерна, чтобы получить окончательно чистые семена. А на убранные поля снова выходит техника. Готовят почву к следующему сезону. Хозяйством округа нужно заборонить почти 70 тысяч гектаров. Уже готово 46. На сельхозпредприятии «Согласие» планируют справиться с этим со 2 недели. Сейчас на вспашке 12 единиц техники. За день они обрабатывают 200 гектаров земли. На этом поле вот видно, что мы как бы убрали хлеб, пшеница вся легла именно на этом поле. И получается то, что нельзя зайти плугами, спрят плужниками. То есть остается незаделанная солома, что, конечно, негативно будет влиять на последующие как бы баранования и качественный сев. Но люди плашут, будем разбаранивать весной. Хорошая погода будет на два раза, в два следа. Полностью завершить кампанию заводолковские хозяйства планируют недели через две при благоприятной погоде. Прием заявок окончен. Конкурсная комиссия областного департамента АПК начнет выбирать из претендентов участников программы «Начинающий фермер». Заявки поступили от владельцев крестьянско-фермерских хозяйств Викуловского, Галышмановского, Ишимского, Нижнитавдинского и Тюменского районов. И этот отбор уже второй в 2016 году. По итогам первого господдержку получили 10 хозяйств области. Тем временем в селе Покровска Ярковского района открылся историко-культурный центр. С этой новости начнем сельские хроники. Этот центр – еще один объект в туристическом маршруте Тюменской области. Расположен он неподалеку от федеральной трассы. Называется «Казанский». В честь иконы Казанской Божьей Матери, особо почитаемой в семье Николая II. Одна из выставок как раз посвящена последним дням российского императора. Одна часть экспонатов привезена из фонда в Московском музее, другая – из личной коллекции директора центра Игоря Ястребова. Развернута и экспозиция, посвященная великому старцу Григорию Распутину, а также истории Тобольской губернии в общем и селу Покровскому в частности. Пока центр заполнен экспонатами на треть. На днях буквально будет, наверное, машина, первый этаж, там будет мебель выставленная, некоторые картины. Просто надо машину скомпоновать, чтобы это было по цене. Все-таки везти из Москвы достаточно дорого. Надо открываться уже, хотя бы на одном зале работать, а это постепенно. Москва не сразу строилась, а уж музей в Покровском. Покровские пенсионеры отличаются активностью и оптимизмом. Бабушки и дедушки провели праздник осени. Они смело выходили на старты полосы препятствий. Мероприятие уже предложили назвать спартакиадой. Также провели выставку садово-огородной продукции. Участники удивляли посетителей лебедями, инопланетянами из овощей и различной выпечкой. На территории Вагайского отделения Тобольского многопрофильного техникума установили памятник трактору ДТ-54А. Раньше он находился на базе местного предприятия сельхозтехники. После закрытия историческую машину стали разбирать по запчастям. Чтобы сохранить, решили передать его в техникум. Выпущена почти 50 лет назад. В свое время работала в совхозе «Большевик». А трактор – поистине героическая машина. С помощью таких ДТ-шек поднимали целину. Мощность вроде небольшая – 54 лошадиных силы, но это был отличный тягач. Мог одновременно тащить два плуга. Этот трактор применялся, так же, как и другая техника, на полях. Раньше помогал при вспашке, при сении, потому что эти трактора, они как тягачи, были основными в производстве сельскохозяйственных работ. Деятельность сельхозкооператива в Тюменской области может стать примером для остальных регионов. Вот такое заявление сделал президент России. Сбыть продукцию – тема номер один. И у нас она решается с помощью вот таких вот сельских объединений. Подробнее об этом мы поговорили с Владимиром Чеметовым, директором областного департамента АПК. В разных муниципалитетах кооперативы работают по-разному. Я вот, правда, не могу до сих пор понять, почему приезжаешь в один муниципалитет, там все налажено, все хорошо, разговариваешь с владельцами личных подсобных, крестьянско-фермерских, у них вопрос сбыта вообще не встает. Приезжаешь в другой муниципалитет, там все очень грустно. Все-таки, что здесь происходит? Это либо человеческий фактор, либо нехватка средств? Вы знаете, на самом деле нехватка средств, наверное, не оправдание. Все зависит от активной позиции главы района, от тех людей, которые курируют и отвечают за вопросы развития кооперации, ну и, безусловно, тех людей, которые возглавляют кооперацию. В одном районе заготавливают молоко по 15-16 рублей, в другом, может быть, даже рядом, в муниципалитете 20, а то и 21 рубль получает с датчик за то же самое молоко. И на самом деле, в данном случае, просто активная позиция со стороны одного руководителя, который защищает интересы с датчиков. И сейчас, вот о чем мы говорим, те наработанные, хорошие практики со стороны тех или иных кооперативов, значит, будем стажировать наших руководителей кооперации. Вот, кстати, там, где кооперативы работают активно, открываются новые хозяйства, потому что люди уверены, вот произвели они молоко, за ним приедут, заберут, ну а потом заплатят деньги. Это одно. А еще в регионе есть личные подсобные хозяйства, которые открываются при поддержке государства. А есть такие, кто все делает сам. Специально для чистокровок. В хозяйстве Светланы Добричевой большинство животных породистые. Галштина фризы или сементалы. Правда, чьих кровей это сизая нетель, неизвестно. Зато крупная и, говорят, молока будет много давать. За долгие годы ведения своего хозяйства Светлана поняла, что лучше разводить коров до быков. На молоко-сметану всегда есть клиенты, но мясом заниматься выгоднее. Стараемся как бы больше мясные, чтобы были, чтобы выход был хороший. У бычков, у телят. Вот они же вот возрастом, что пестрые, вот что эти сементалы, они же, сементалы даже помладше, на месяца полтора-два, они крупнее, вот идут. Акрас мордашек, как у пант. Это случайность. Телята от разных коров. Малыши, поэтому сидят и едят дома. А вот взрослые на пастбище. Максим Борделенко в Агайской деревне Катангуй. Новичок. Приехал с севера сюда, чтобы заниматься хозяйством. По образованию ветврач, но по профессии ни дня не работал. Говорит, погнался за длинным рублем. И теперь решился. Построил дом, стайки для животных, заготовил корм, получил первое молоко. Местный кооператив. Поставил в хозяйство охладитель. Ставку новоиспеченный крестьянин делает на коров. Молоко принимают, молоко-сервис, организация. Цену нормальную дают. Я вот узнавал, там в Омской области еще, там намного меньше, чем здесь платят. Администрация помогает в плане, вот оборудование дали для искусственного осеменения. И таким предприимчивым людям в регионе зеленый свет. Картофель со своих огородов наверняка уже вывезен, просушен и спущен в погреба. Ну и как, особенно городским эти хлопоты, посадить, окучить, выкопать? Ну и ладно, если одна-две сотки, а если шесть или больше? Вот я, например, те времена вспоминаю с одраганием. Еще в детстве, когда всей семьей несколько раз за лето выезжали в поле. А вот Александр Карелин из Вагая больше 10 лет назад сокрушаться перестал. И придумал машину, которая все заботы взяла на себя. Мини-трактор «Дракоша». Почему «Дракоша» Александр Карелин и сам не знает. Детское название получил совсем не детский агрегат. Ну и что, что мал, зато какой шустрый. Полностью решает картофельные дела. 13 лет назад мастер все эти проблемы переложил на плечи машины. Просыпаешься ночью, узнаешь, мысль какая-то приходит, все, и встаешь, и наброски делаешь, и потом все воплощаешь. Сезон закончился, картошка в погребе, и только на любительском видео. Дракоша при делах косит картофельную ботву. И это лишь одно из его достоинств. Рядки нарезать, окучник вот этот, он все нарезает. Потом идет культиватор. Это между рядами делаешь. Потом идет копалка однорядная. Потом я сделал, думаю, что раз копалка есть. Потом я сделал сажалку двухрядную. Засыпаешь туда, в общем, семена проращиваешь картофельные. И едешь просто, она садит, и все. Вам жена была благодарна за то, что вы такую штуку придумали? У меня не только жена была благодарна, у меня все соседи благодарны. У меня внуки благодарны. У меня есть внуки, конечно. Внуки и дети, все благодарны, потому что кому-то надо помочь. Еще плуг есть, плуг еще вспахать. Весна настает. Потому что вот эти три сотки или две сотки, я любую выпахиваю их, и все, я спокойно, ни клочка не остается. И даже могу рядочки нарезать, картошку посадить и выкопать. Александр Карелин своего помощника помыл и в гараж до зимы. Лопата прицепная, снег выпихиваю, и метла. Этого трактора ходит метут. И я тоже так же выметаю все это после своего участка. Зимой, правда, без кабины. Ну и что теперь сделаешь? Мастер поделился, что к весне построит теперь, наверное, дракона, технику, для которой не будет непроходимых данных. Этот и другие выпуски программы «Сельская среда» вы можете посмотреть на ютубе, а также в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассниках. О новых событиях в агропромышленном комплексе Юго-Тюменской области расскажу ровно через неделю. А пока удачи и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин